Северная Корея в среду запустила две ракеты в Японское море, сообщило Южнокорейское агентство Yonhub со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов. Снаряды неопознанного типа были выпущены из центральных внутренних районов Севера в среду днём. Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют детали, говорится, в заявлении военного органа. В понедельник об успешных испытаниях ещё двух крылатых ракет большой дальности, которые прошли в минувшие выходные, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. «Боеголовки пролетели полторы тысячи километров, прежде чем поразить цель и упасть в территориальные воды страны», сообщила ЦТАК. Береговая охрана Японии подтвердила, что объект, который мог быть баллистической ракетой, был выпущен из Северной Кореи. Снаряд упал за пределами исключительно экономической зоны Японии. Премьер-министр страны Йосихиде Суга в среду назвал запуск возмутительным и решительно осудил это действие как угрозу мира и безопасности в регионе. «Сегодня вечером мы проведём экстренное заседание Комитета национальной безопасности. Мы будем тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами, Южной Кореей и другими связанными с нами странами и будем твёрдо защищать жизни людей и мирные способы существования». На фоне озабоченности по поводу ракетного испытания Пхеньяном в Сеул прибыл член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван И. В среду он встретился с президентом Южной Кореи Мун Джейином и министром иностранных дел Чон Ю Юн. Мун пообещал сделать всё для стабилизации ситуации в регионе. «Мы приложим усилия для дянуклеаризации корейского полуострова и установления мира. Мы надеемся, что министр Ван И продолжит играть важную роль в поддержке усилий нашего правительства по развитию отношений между Южной Кореей и Китаем, денуклеаризацией и установлению мира на корейском полуострове». Изолированный Пхеньян уже давно обвиняет Вашингтон и Сеул во враждебной политике. Переговоры, направленные на ликвидацию ядерных и баллистических ракетных программ КНДР в обмен на смягчение санкций США, зашли в тупик в 2019 году. Продолжение следует... Продолжение следует...